Здравствуйте, дорогие зрители! Я хочу записать вам краткое видео про последние правила въезда в Израиль, которые вступят в силу с 20 мая. Самое главное, что изменится, это отменят обязательные ПЦР-тесты по прилету в Израиль для всех. Получается, что на данный момент до 20 мая действуют старые правила въезда в Израиль, и они звучат следующим образом. Вы будете вынуждены делать два ПЦР-теста. Если летите как турист, первый тест вы делаете за 72 часа до посадки на самолет, который летит в Тель-Авив. Если у вас пересадка, то учтите, что тест должен быть не более 72 часов от самолета, который летит уже в Израиль, второго самолета. И получается, что по прилету вы сдаете второй ПЦР-тест, который можно оплатить либо заранее, либо оплатить на месте, обменяв деньги, скажем, например, доллары или евро на шекели. Принимают оплату и наличными, или же картой. И также для туристов и граждан необходимо заполнять специальную декларацию для въезда в Израиль, которая заполняется максимум за 48 часов до вылета. И плюс еще туристам необходимо иметь специальную страховку с покрытием лечения коронавируса. И причем, когда вы заполняете эту декларацию для въезда в Израиль, то вы ставите галочку, говоря, подтверждая то, что эта страховка у вас имеется. Она является условием для въезда в Израиль. Следующий момент. Если вы летите как гражданин, то для вылета в Израиль ПЦР-тест не нужен, но по прилету до 20 мая по-прежнему еще нужно делать ПЦР-тест, который также либо оплачивается заранее, либо на месте, наличными или картой. Плюс, ко всему прочему, по-прежнему действует еще 24-часовой карантин или до получения результатов ПЦР-теста. Последний раз, когда мы сдавали ПЦР-тест 10 мая, 5 дней назад, то нам результаты пришли за 7 часов. То есть, получается, наш карантин длился всего лишь 7 часов. Что еще хотела добавить? Очень важно, в том числе, чтобы вы сохранили все эти документы, декларацию или результаты теста к себе. Либо на телефоны могли показать в электронном виде, либо распечатали. Здесь роли не играет. На этом пока все. Кратко. И главное, что изменится с 20 мая, это то, что тест отменят для всех, кто прибывает в Израиль, но по-прежнему останется тест для туристов перед вылетом в Израиль. Плюс, скорее всего, но это еще не точно, отменят обязательный карантин, который был, и также декларацию для въезда в Израиль. Об этом мы узнаем позже более точно, но на данный момент это есть такое предположение. Так что, друзья, становится все проще и проще въезжать в Израиль. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok